игумения евпроксия пустовалова игумения евпроксия миру лидия пустовалова родилась в ночь на 26 марта 8 апреля 1919 года в городе вятки в благочестивой семье николая и валентины пустоваловых когда лидии было всего несколько месяцев ее родители переехали в екатеринбург на урал где семья прожила четыре года первое сознательное воспоминание матушки относятся как раз к тому времени днем родители работали в поле и уходя сажали двух трехлетнюю девочку бочку малышка целыми днями смотрела на постоянно изменяющиеся небо блаженны чистые сердцем ибо они бога узрят матфей 5 8 вскоре отец ушел на фронт семья бедствовала лидия ела лишь черный хлеб и воду подслащенную заменителем сахара когда с войны вернулся отец они смогли эмигрировать маньчжурию николай николаевич устроился работать инженером позже семья переехала харбин по окончании средней школы лидия поступила в университет который окончила со степенью бакалавра экономики и коммерции во время учебы она пережила еще один тяжелый недуг туберкулез но милостивый господь даровал ей и утешение встречу с архимандритом позже митрополитом филаретом вознесенским который оказал большое влияние на дальнейшую судьбу матушки она даже просила духовного отца взять ее под полное и строгое свое духовное руководство но получила мудрый ответ что это не только невозможно так как они жили в разных местах но и не полезно однако духовная связь которая завязалась между ними сохранялась до конца жизни владыки несмотря на высокий пост первого иерарха русской церкви за границей который занял митрополит филарет он продолжал переписываться с лидией а еще раньше незадолго до кончины отца лидии архимандрит филарет посетил семью накинул свою зимнюю рясу на плечи лидии и подвел ее к умирающему отцу со словами николай николаевич примите игуменью эти пророческие слова сбылись спустя 20 лет в 1962 году матушка с мамой валентиной даниловной переехали в австралию много испытаний пришлось перенести ей в этот период жизни поселились они все дни первое время матушка расписывала фарфоровую посуду сворачивала полотенца но жизнь в миру не изменила ее благочестивое решение принять монашество митрополит филарет благословил лидию поступить в обитель всех святых пригороде сиднее и престарелая мать благословила дочь сказал что даже самый счастливый брак никогда не сделает человека ближе к духовным высотам чем чистота истинно монашеской жизни 22 декабря 1969 года матушка навсегда пришла в монастырь в одной келье с ней поселилась и ее мама сказал куда нитка туда и иголка монастыре матушка трудилась на многих послушаниях пела на клиросе убирала и украшала храм занималась почтой выполняла различные поручения в городе и в то же время ухаживала за своей мамой спустя три года после непродолжительной болезни валентина даниловна тихо отошла ко господу матушка тяжело переживала потерю и вынуждена была даже лечь в больницу в 1979 году когда инокиня лидия уже 10 лет подвязалась монастыре у нее обнаружили рак вскоре после операции милостью божией она благополучно поправилась и 24 декабря того же года была пострижена в мантию постриг совершил митрополит филарет находившийся в то время в австралии на съезде молодежи пять лет матушка подвязалась в обители монашеском чине однажды сестра при ярком дневном свете увидела над монахиней евпроксией блестящий золотой крест а посещавший обитель архимандрит арсений всегда считал ее будущей настоятельницей и даже игуменья елена устинова незадолго до своей кончины светлую седмицу 1984 года сказала монахини евпроксии что хотела бы видеть ее следующей настоятельницей монастыря на праздник святых жен мироносец 12 мая 1984 года матушка евпроксия была избрана и возведена в сан игумени за 22 года пока матушка возглавляла монастырь обитель благо украшалась была построена и освещена великолепная казанская церковь сестринский корпус устроена колокольня вход монастырь украсила арка но в те же годы матушка пережила много скорбей и испытаний подвижница вставала в 4 часа утра чтобы молиться о всем мире о православной церкви о сестрах о благотворителях о тех кто обижал ее и о тех кого как ей казалось она чем-то огорчила она часто вспоминала слова из 50 псалма жертва богу дух сокрушен сердце сокрушено и смиренно бог не уничижит и еще из антифона 4 гласа святым духом всяко душа живется и чистотою возвышается светлеется троическим единством священно тайне по свидетельству сестер матушка любила повторять чему быть того не миновать на все воля божия и с лучистой улыбкой добавляла слова митрополита филарета все бывает как бог определит и это всегда к лучшему много времени матушка посвящала духовному чтению в основном святых отцов и творений святого праведного иоанна кронштадтского она стяжала дар обильных слез а еще господь даровал матушке и упроксии и редкий дар непрестанной молитвы келейница матушки монахиня мария много раз была свидетельницей того как матушка даже во сне продолжала молиться и тихонько петь псалмы неудивительно что незадолго до того как синод наградил ее правом ношения второго креста который чудесным образом попал к матушке со святой горы афон матушка сподобилась явлению своей келье преподобного серафима саровского а на следующий день после получения креста на рассвете матушка увидела в своей келье саму царицу небесную державшую над ней крест словно помогая игумене нести его игумене и упроксии никогда не отличалась крепким здоровьем концу своего земного пути она становилась все слабее и потому большую часть времени проводила в келью молитве за неделю до смерти у матушки развилась сердечная аритмия и ее пришлось госпитализировать вскоре ее выписали и казалось матушка пошла на поправку но 18 июля по возвращении от кардиолога в машине у игумене и упроксии случился инсульт что привело к левосторонней парализации священник борис игнатьевский причастил матушку сразу после случившегося в палате интенсивной терапии а также на следующий день в день кончины матушки в больничной палате близкие друзья нескончаемым потоком шли к болящей игумене чтобы и спросить прощение получить последнее благословение каждую из сестер матушка благословляла в больничной палате по отдельности поздно вечером 18 июля отец владимир цуканов совершил над ней таинство соборования 19 июля игуменя и упроксия перенесла подряд два инсульта казалось конец приближался матушка была в сознании и крепко сжимала руку своей келейницы монахини марии за час до кончины матушка стала тяжело дышать монахиня марии это заметила взяла деревянный крест матушки и поднесла его губам игумене затем подняла ее правую руку и положила крестное знамение на лоб грудь и плечи после чего матушка тихо отошла ко господу тело матушки облаченное монашеское деяние привезли в обитель накануне престольного праздника монастыря дня празднования казанской иконе божьей матери на отбивание похороны игумени и упроксии прибыли 9 священнослужителей во главе с архиепископом сиднейским австралийским и новозеландским иларионом трогательно совершалась заупокойная служба крест который несли во главе погребальной процессии казался невесомым и знаменовал победу многие люди признавались позже что в тот момент они чувствовали не скорбь а скорее пасхальную радость сороковой день со дня кончины матушки выпал на успение при святой богородицы в этот день также празднуются память пророка мехея это особенно знаменательно ведь именно иконой пророка мехея благословили матушку в день ее возведения в сан игумении и потому она всегда считала пророка мехея своим защитником и покровителем матушка предчувствовала свою скорую кончину незадолго до смерти она сказала одному из прихожан что не доживет до следующего праздника приближалась летняя казанская и положила в евангелие новую красивую белую золотой отделкой закладку отметив как свое завещание сестрам и церкви 4 главу из послания к ефесянам святого апостола павла и так я узник в господи умоляю вас поступать достойно звания в которое вы призваны со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением снисходя друг к другу любовью стараясь сохранять единство духа в союзе мира одно тело и один дух как вы и призваны к одной надежде вашего звания один господь одна вера одно крещение один бог и отец всех который над всеми и через всех и во всех нас послание к ефесянам 4 1 6 сразу по кончине игумени и апроксии небесное ее предстательство было явлено и осиротевшим сестрам обители и людям живущим далеко от монастыря но глубоко почитающим матушку еще до похорон матушки одна из сестер делая прощальный земной поклон совсем забыла сильно болевшим опухшим сломанном пальце и получила исцеление у гроба почивший игумени опухоль прошла и боль уже не повторяется еще одна сестра получила исцеление правой руки которая целый год сильно болела от артрита 7 августа матушка вновь утешила сестер одна из насельниц обители рассказала матушка всегда почти до самой смерти вставала в 4 часа утра и слезно молилась за мир за церковь за сестер и прихожан молилась так долго что я никогда не хватало времени окончить свое правило я все необходимое готовила к службе в храме а затем шла открывать монастырские ворота и всегда поражалась одним явлением нигде кроме места под самой аркой не пахло а в арке так сильно пахло матушкиным ладаном не подходя к воротам не за ними не вдоль забора и вот сегодня опять в воротах и и ладан упокой господи со святыми душу игумени и опроксии во царстве своем источник православные старицы двадцатого века